Павел Степанович Андреюк Андреюк предстает перед нами красавцем-мужчиной, самоуверенным, свысока взирающим на нас. Как известно, любой портрет, а особенно автопортрет, отражает лишь одну или несколько сторон личности. Сам же герой часто намного глубже и сложнее. Павел Степанович был очень интересный человек, вспоминают о нем коллеги, с виду суровые и черствые. Но когда с ним знакомились ближе, узнавали его совсем с другой стороны, как доброго, честного, порядочного человека, умеющего говорить правду в глаза и ценящего настоящую дружбу. Павел Степанович любил спорт и закаливание. Зимой он ходил в одном пиджаке и без головного убора, всегда был в отличной форме. Говорят, что скульптуры на фасаде Дворца Горняков слеплены по образу телосложения Павла Степановича. Он был единственным натурщиком для всех этих замечательных скульптур. Караганда, ее окрестности, степи Сыракина всегда остались главными темами творчества Андреюка. По работам художника можно проследить историю становления шахтерского города, почувствовать его душу. Работы художника наполнены любовью к жизни, городу, к людям. Пейзажи насыщены лирическими мотивами 60-х, 70-х. Это было время, когда строилась Караганда, чувствовалась доброжелательность и искренность. Многих старых уголков города уже нет или они изменились, а на холстах художника они остались, став своеобразными артефактами эпохи. Накануне 50-летия Карагандинского союза художников в свет вышла книга, посвященная творчеству и жизни мастера кисти Павла Степановича Андреюка. Его история жизни такая, несколько, ну как и всех, в общем-то, наверное, карагандинцев, не очень простая. Он был сыном репрессированного. Его отец был в 1929 году, они жили на Украине, раскулачен и даже отправлен в Карлак. Два года он просидел здесь, в Карлаке. Ну и, соответственно, семья была тоже депортирована в Караганду. Таким образом, мой отец, в общем-то, попал в Украину в Караганду. После окончания школы он поступил в Омское художественное училище имени Врубеля, но закончить не удалось, потому что началась война, и где-то то ли в конце 1942-го, то ли в начале 1943-го его призвали уже, так сказать, на фронт. И только в 1948 году он вернулся снова в Караганду, и вот здесь началось его становление как художника. Он еще немножечко, так сказать, в связи с тем, что немножко не закончил художественное училище, он еще даже бегал, повышал свое, так сказать, мастерство. К такому вот здесь был репрессированный художник Айферт. И вот в 1948 году уже, собственно говоря, вот он, собрав единомышленников, он начал создавать Союз художников нашей изобразительной искусства в Караганде. Начиналось оно еще со старого города в районе 20-й шахты, там где-то был клуб, вот оттуда вот все это начиналось. Он был первым уполномоченным Союза художников Казахстана в Караганде. После смерти Сталина было разрешено вернуться на родину, мой отец не стал возвращаться. Здесь уже, во-первых, началось его становление, здесь уже все его было творчество. И вот не случайно книга названа «Человек-художник-патриот», потому что он полюбил Казахстан, вот очень много путешествовал по Казахстану. И, конечно, он очень много писал Караганду, Караганда-строящийся, Караганда, ну, 40-х, 50-х. Когда мы делали эту книгу, мы решили, так сказать, запечатлеть, есть раздел «Фотомгновение», запечатлеть историю Союза художников в фотографиях. То есть, когда художники были молодые все еще, это и Петр Кузьмич Антоненко, и Шамшин, и Личинский, и Гумель, и Белык, Гелевский, и Серкеев. Вот когда они еще были, так сказать, молодыми мужчинами, полными, так сказать, сил, творчества. Караганда строилась, а художники украшали город. Вот так родилась эта книга. Мне кажется, она будет интересна и тем, что здесь для людей, конечно, старшего поколения, которые еще помнят эту старую Караганду 50-х, 60-х годов, им будет приятно вспомнить молодость, посмотреть эти работы. Для людей, которые знали художников, им тоже будет приятно вспомнить, посмотреть на лица молодых еще тогда художников. Ну, здесь еще есть небольшой раздел о нашем замечательном музее изобразительных искусств. Мы получили квартиру на три стороне квартали. И там, собственно говоря, была одна комната, где мы жили, а вторая комната, это была мастерская. Там Стан Альберт, там папа рисовал, там, значит, собирались, и художники приходили. То есть вот такая вот атмосфера была. Рисовал он тоже вот наши карагандинские дворы из окна. Ну, помимо всего прочего, он, помимо того, что он, конечно, был живописец, он еще очень любил минералы. Вот это вот просто его страсть такая была. Он очень часто ходил с геологами в одиночку, он собирал минералы, и вот что-то из них делал, какие-то композиции. И вообще у него была такая мысль сделать скульптуру хозяйки Медной горы и украсить вот ее, так сказать, головной убор натуральными камнями. Ну, вот как-то ему это не удалось. Ой, ну, поскольку мой отец, мне, конечно, все нравится, но больше всего мне нравятся дворы наши. Вот это дворы моего детства, так сказать. Это где мы бегали маленькими, играли. А папа сидел, рисовал из окна вот нас, бегающих, играющих, эти дворики наши карагандинские. Сейчас они уже все другие. А раньше там такие стояли деревянные, сарай. Ну, в общем, это так все, ностальгически. Вот, пожалуй, мне это, ну, больше это как бы мое время, мое детство. Я это люблю. Павел Степанович Андрюк ушел из жизни в 1992 году. Он оставил богатые наследия живописных полотен, графических листов, акварелей, предметов декоративно-прикладного искусства. Они до сих пор поражают своей исключительной живописной красотой и эмоциональной наполненностью. Многие его произведения находятся в музеях Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья. Самая большая коллекция принадлежит Карагандинскому музею изобразительных искусств. Изобразительное искусство города можно сравнить с прекрасным ковром, нити которого это яркое творчество всех художников, чья жизнь связана с родной Карагандой. А среди них особое место занимает Павел Степанович Андрюк. Человек, художник, патриот.